Перед нами игра «Трехсторонние шашки». Обозначены на полях угол, где стоят синие шашки, угол, где стоят красные, угол, где стоят желтые шашки. Цель, соответственно, достичь последнего ряда, там шашка может стать дамкой. Точнее, должна. Как только достигнет, так станет дамкой. Дамка уже может ходить не только вперед. Вперед – это имеется в виду для, скажем, синей шашки. Вперед. У этой шашки две возможности. Соответственно, надо выбрать одну из двух возможностей. Здесь возможность только одна. Ну да, ходят по очереди. Да, начинают желтые. Ну, например, желтые делают ход, синие отвечают. Синие отвечают. Ну, как-нибудь пусть отвечают. Синие отвечают, они отвечают тоже так же. Ну, красные отвечают. Красные отвечают. Сейчас будем уже смотреть, будем ли мы есть. Смотрите, для того, что если мы пойдем вперед, синие ответным ходом нас могут съесть. Поэтому мы будем подстраховывать свои позиции. Ну, какая-то слишком симметричная игра, получается. Все. Ну, кто-нибудь должен будет сейчас сделать ход такой, чтобы дать возможность сопернику что-нибудь кушать. То есть проблема в том, что вы играете сразу за всех троих, и поэтому обязательно будет ничья. Правильно? Я не в курсе. Я вот так пошла. Соответственно, синие сейчас должны ходить. Если они пойдут, красные будут кушать, кушать, кушать. Соответственно, вот они тоже постараются выждать время. Вот с красной сейчас... А можно я буду за красных? Да, можно. Отлично. Я иду за красных. Я же тогда скушала. И что? Интрига должна быть какая-то? Интрига против своих. То есть сейчас желтые обязаны делать ход? Да. Желтые обязаны делать ход. И они... Отлично. Любили. Теперь синие. Синие идут и поддерживают, опять же, своих. Я не знаю, кто у нас тут свой. Красные обязаны бить. Да, красные обязаны. Желтые обязаны бить. Обязаны. Синие? Только единственное, что все-таки желтые сюда, потому что... Хорошо, хорошо. Да. Синие. Синие одни пока держатся и идут вперед. Красные. Ну, например, вот так. Дальше идет ход желтых. Они обязаны сейчас бить красных. Дальше идет ход синих. Они обязаны. Есть и красных, и желтых. Почему? Обязаны. А может быть, вот это если хотите? Нет. Тогда только красных. А считается, что надо ходить так, чтобы забрать наибольшее число. Ну, хорошо. Два больше одного. Вот синие походили. Красные теперь? Да. Выбора нет. Вот сюда красные свои трофеи складывают. Хорошо. Теперь ход желтых. Они делают нейтральный ход, чтобы синие, синие тоже в них хорошая позиция. Крепкая. Крепкая. Красные. Хорошо. Желтые. Ну, вот если желтые пойдут сейчас сюда, их не могут съесть, поскольку здесь заканчивается доска. Сюда сходили? Да, вот сюда сходили. Отлично. Синие хотят прийти. Пошли синие. Красные делайте с выхода. Да. Хорошо. Желтые. Желтые обязаны есть, поэтому они едят раз, два. Наибольшее число должно съесть. Отлично. Синие ходят. Синие ходят, и поскольку цель синих это прийти к своей черте, там меняются дамки, то они, соответственно, ходят. Нет. Красные так не могут пойти. Не могут? Да, потому что должна, должен меняться уровень. Все, все, тогда сюда. Да, спасибо. Желтые, желтые идут к своей цели, их цель. И, соответственно, синие. Синие. Красные идут. Красные пошли очень невыгодно для всех, потому что, если бы у нас было договоренность... У нас все честно. Да. То по-хорошему надо было ходить так, чтобы желтые смогли съесть, и в таком случае желтых бы уже не стало. Ну, вы сходили так, ладно. И просто катер бы не стало. Ну, вот дамка бы не прошла, если бы она... И что? Я не понимаю. Ну, я понимаю, да. Вот. Итак, красные уже пошли. Желтые, соответственно, превратились в дамку. И съела. Она сразу ест, как превратилась. Или все-таки следующим ходом? Я думаю, все-таки следующим ходом. Она стала дамкой, и все. Вы как-то еще не хотите, чтобы вас съели. Я не хочу, чтобы меня съели. Не важно, хотели ли хотели. Но все-таки по-честному, она стала дамкой. А уже следующим ходом дамка будет ходить. Не надо превращаться и сразу всех уничтожать. Потом пойдут, соответственно, синие, они превратятся в дамку. Пусть превращаются. Замечательно. И вот теперь, что у нас там теперь? Ход красных. Теперь ход красных. Ну, самый лучший ход на свете. Да. Желтые обязаны бить. Пусть бьет. Желтые бьют. И поскольку это дамка, то они обязаны останавливаться в любой клетке после шашки. Но здесь останавливаться невыгодно, иначе дамка сразу съест. Поэтому проходим полностью. Вперед, вперед. Желтые съели. Синие. Синие бьет. Синие бьет. Синие. Все. Значит, с красными уже. Теперь я играю за желтых. Да, пожалуйста. Я должен быстренько теперь играть за желтых. Теперь получились нормальные шашки. То есть раньше было непонятно, кто за кого. Или там всякие политические моменты. А теперь есть два противника, и все понятно, кто за кого играет. Ну, да. Ну, в данном случае мы пока не можем кушать. Можем по-прежнему идти вперед. Ну, вот сейчас противник полностью сдался. Нет. Да, потому что я обязана есть. Раз, два, три. Противник не сдался. Противник продолжает бой. Ну, что называется. Это уже, к сожалению. Стоп, но это уже дамка. Это тоже дамка, да. Что же? Вторая всего лишь. Да? Всего лишь вторая. Да. Ну, давайте. Давайте третья. Да. Уй, я извинись. У меня штанг, да. Раз, два, три. Чего тянуть? Не, чего тянуть, а по правилам обязана. Обязана. Замечательно. Что еще можно сказать об этом треугольнике? Какие еще здесь игры? Ну, во-первых, поддавки, как всегда бывает. Те же самые правила, только выигрывает тот, кто первый исчез. Вот я вот сейчас играл очень удачно. И за красных. И за красных сыграл, и за желтых. В общем, даже было хорошо. А еще есть уголки. Что это такое? Значит, здесь играют не все восемь шашек, а только шесть шашек. Расставляется вдоль линии. Расставляем вдоль линии. Красный к красным. Синий к синим. По две шашечки остаются. Да, и что мы хотим? Вот. Цель игры такая. Можно двигать вперед, как и в шашках. Можно перепрыгивать как через своих, так и через других. Цель собрать шесть... Но только предыдущие не исчезают. Когда перепрыгиваешь, они остаются. Да. Собрать шесть шашек в уголке. Причем, если это угол синего, и каким-то образом две синие сюда попали, да, каким-то образом, то синие считается, что закрыли свой угол и таким образом выиграли. То есть надо закрыть хотя бы одной своей и шашками врагов угол из шести... Своего цвета. Да, и как только получилось, так выиграл. Или всеми своими шестью, или с использованием вражеских. Да. То же самое. Ходят по очереди. Да, да, это понятно. Хорошо. Еще. Можно сделать тоже стандартное. Поменяться углами. То есть, например, здесь стоит красный. Красный своим красным. Здесь, например, стоит желтый. А здесь стоит синий. И, соответственно, должны поменяться. Синий должен прийти к синим, красный – красный, желтый – к желтому. То есть просто разные начальные восстановки. Да. Хорошо. Еще. Но еще само поле, оно имеет нестандартную сетку. На ней... Почему нестандартный? Обычный правильный треугольник. Да. Обычный правильный треугольник, который разделен на правильный треугольник. Вот один треугольник. Соответственно, сторона треугольника – две единицы. Тогда... Четыре. Здесь будет четыре. Сторона – три. Девять. Девять. Ну и так далее по квадрату. И так дальше. То есть один плюс три плюс пять. Да. В каждой линии у нас нечетное число. Да, это понятно. Вот. Прибавляется. Что можно еще? Мы видим треугольник три на три. Правильный. Хорошо. Есть такой треугольник. Треугольник. Отлично. Здесь мы видим узлы сетки. Их всего десять штук. Ну да. Да. Надо сосчитать, сколько вы видите здесь правильных треугольников. Ну как, маленьких. Вот так, с единицей, да? Со стороной единиц. Девять, да. Чуть-чуть побольше. Со стороной два, да? Три. Один совсем большой. И еще два таких, что называется, повернутых. Ну давайте я положу шашечки, да? В эти вершины. Отмечу. Да. Вот. Треугольник с такими тремя вершинами. Вот такой треугольник. И, соответственно, да, другого цвета. Да. И сколько же теперь посчитали? Девять плюс три плюс один плюс два. Пятнадцать. Пятнадцать штук. Хорошо. Да. Это верно. Спасибо.